Итак, мы продолжаем. На предыдущих двух лекциях рассматривалась гидронимическая мода возмущения во флюиде. На прошлой лекции посмотрели классические типы неустойчивостей. А сегодня как раз посмотрим, как эти неустойчивости могут быть стабилизированы. Потому что флюид очень часто электропроводящий. Если он электропроводящий, значит, на него воздействует, он подвержен воздействию электромагнитных полей. Но электропроводящий флюид по массе 99% массы Вселенной. И электромагнитное поле является выдающимся стабилизатором гидронимических неустойчивостей, о чём мы поговорим сначала, а потом посмотрим, как неустойчивость может быть стабилизирована поверхностным натяжением. Итак, заголовок «Стабилизация гидродинамических неустойчивостей». Очень хорошо. Ну и начнём. Начнём с теории. Замечательным стабилизатором является магнитное поле. И давайте обсудим, по-моему, первым магнитогидродинамическое приближение, магнитогидродинамическое приближение, которое описывает электропроводящий флюид в электромагнитных полях. Электропроводящий флюид, пусть стоит как объект исследования. Но вообще этот раздел есть в курсе физической механики, там подробные задачи есть, но я знаю, что часть студентов не проходит этот курс, поэтому я общий обзор моего магнитогидродинамического приближения расскажу, и суть тут подчеркну очень важная вещь. Итак, флюид, его описание требует привлечения гидродинамики, термодинамики и электродинамики. Все базовые уравнения студенты должны знать, я их выписывать не буду, но напомню, потому что это важно. Гидродинамика. Мы обсуждали два уравнения. Уравнение неразрывности. И уравнение движения. Дальше. Термодинамика. Имеет два принципиальных начала. Следствием первого начала является уравнение состояния, а следствием второго начала является уравнение теплопроводности. Напомню, что была специальная лекция, где это подробно обсуждали. Ну так вот, если есть электропроводящий флюид, то объемная сила, действующая на него, зависит от магнитного поля оттока, а следовательно, необходимо сюда привлекать электродинамику. Здесь уравнение Максвелла. Максвелл эквейшнс. Уравнение. Уравнение Максвелла. Вот совокупная система уравнений, которая описывает электроавляющий флюид. Если их все выписать, это будет очень сложно, потому что электромагнитное поле зацепляется за поле скорости, нелинейность на линейности, разобраться чрезвычайно тяжело. Поэтому есть эффективный подход и приближение. Допущение. Допущение в магнитной гидродинамике. Магнитная гидродинамика что предполагает? Первое. Есть закон ума. Если электромагнитное поле не очень большое, то закон ума выполняется. Ток пропорционален электрическому полю. Электрическое поле со звездочкой – это электрическое поле в сопутствующих семикоординатах. То есть электрическое поле с теми координатами, которые движутся с гидродинамической скоростью v. Это все можно показать. Закон ума есть. Это первое. Дальше. Рассматривать гидродинамика, даже слово магнитная гидродинамика, рассматривать все-таки времена движения флюида значительно больше, чем времена распространения актерологитных волн. Поэтому это сводится к тому, что пренебрегается ток смещения в четвертом уравнении Максвелла. Единица на С, ДЕ по ДТ. Вот эта величина чрезвычайно малая по сравнению с током проводимости. Ее выбрасывают. Ну и последнее допущение. Оно же просто по умолчанию предполагается электронейтральность. Электронейтральность плазмы. То есть никакого объемного заряда нет. Уравнение Максвелла в первом объемного заряда нет. Вот если такие вещи допустить к этой системе, то тогда выясняется, что можно получить очень важное упрощение. Что получается? Я расскажу. Оказывается, что из всей электродинамики можно выделить только уравнение для магнитного поля. из электродинамики следует уравнение для магнитного поля. Это очень хорошо, потому что, оказывается, электромагнитная сила сила действующей на днице объема жидкости GF. Это и есть единица на С G на H. Вот оказывается, что ее можно выразить в G, устранить, и получить ее представление только через магнитное поле. В довольно изящной форме. Минус градиент H квадрат на 8P плюс H на набло на H. H на 4P. Это означает, что она выражается только через магнитное поле. Вот что важно. Уравнение для магнитного поля есть. Есть выражение для электромагнитной силы. Есть выражение для энерговыделения. Энерговыделение тока следствия. Но это джоулевое энерговыделение тоже может быть получено. Это G на E со звездой. G квадрат делить на сигма. И явная формула. C на 4P в квадрате. Ротор H квадрат на сигма. То есть, электромагнитная сила уравнения движения и энерговыделения тока уравнения теплопроводности выражается в ток через магнитное поле. Таким образом, к уравнениям гидродинамики и термодинамики добавляется только одна. Одна появляется новая величина. Вектор на это магнитное поле. И систему уравнений МГД можно выписать как? Следующим образом. Я ее приведу. Система уравнений магнитной гидродинамики. Первое уравнение никак не меняется. Уравнение разрывности. Во втором уравнении в качестве силы объемной появляется сила, которая действует на электропроводящих лид. Продерживается ток через магнитное поле. Минус градиент. Давление, которое было, к нему прибавляется магнитное давление. я сохранил вязкостный член, как он у наезд токса есть, и натяжение H на вла H 4P. Это уравнение динамическое 2. Это уравнение на вес токса с учетом магнитного поля. Дальше уравнение 3. Уравнение состояния связывает плотность с давлением температуры в общем виде. Уравнение 4 и уравнение теплопроводности РОЦПИ. Напишу его с учетом ЖОВЛЕВНОРГОВЫДЕЛЕНИЯ, чтобы было понятно. ВНОБЛА Т равняется здесь стоит член теплопроводностный. А в качестве энерговыделения ЖОВЛЕВНОРГОВЫДЕЛЕНИЯ явное представление через магнитное поле. Это уравнение 4. Вот так выглядит электропроводящий флюид в магнитном поле. К уравнениям гидродинамики добавилось магнитное поле, которое имеет уравнение само для себя. ДН ВНОБЛА H это есть С квадратный 4П Сигма на пласт H плюс H НАБЛА минус H диверегенция В. Вот такое уравнение 5. Вот система уравнений МГД. Я их провел, чтобы прокомментировать, потому что комментарий здесь важен. Комментарий Первое. МГД-приближение очень просто можно сформулировать. Магнитная гидродинамика это гидродинамика с магнитным полем. Все просто и понятно на словах. Это с магнитным полем. С магнитным полем. Вот, я напоминаю, сделаны вот эти допущения, которые надо, конечно, проверять. пункт второй. Важны безразмерные параметры. Безразмерные параметры. Безразмерный параметр в гидродинамике важнейший. Ренольс. Мы обсуждали, я напомню, смысл числа Ренольса это отношение нелинейности к диссипации. Ну и два. Обычное число Ренольса это характерная скорость на характерный размер, делённый на кинематическую вязкость. Кинематическая вязкость это динамическая вязкость делённая на плотность. Вот в этом уравнении динамическую вязкость поделите на плотность и получите коэссент перед диссипацией. Ну так вот, по аналогии выводится магнитное число Ренольса. Магнитное число Ренольса. Смысл тот же, аналогия та же. Это отношение нелинейности к диссипации в качестве нелинейности можно выбрать вот этот член, например, и поделить его на диссипацию, которая в уравнении 5 стоит. Её смысл делится на коэффициент С квадрат на 4П сигма, который называется магнитная вязкость. Вот, аналогия полная и очень полезная, потому что здесь же я хотел бы третий пункт в комментариях отметить. Особый случай. Хорошо проводящая среда или идеально проводящая среда. Идеально проводящая среда. когда число Ренольса магнитное число Ренольса скорость на л на магнитную вязкость и личина это получается в порядка она очень велика. То есть Вл на С квадрат 4П сигма и личина очень большая. Видно, что число Ренольса магнитное пропорционально размеру объекта поэтому такой случай очень часто реализуется для космической плазмы в космической электродинамике в старионных случаях как раз когда магнитное число Ренольса очень велико. С большим числом Ренольса связан наглядный эффект о нем я потом упомяну. его можно строго обосновать в рамках магнитной гидродинамики я пока его только упомяну. В случае вмороженной среды оказывается, что частицы флюида движутся вместе с силовой линией. Магнитное поле приклеено к частицам силовой линии так как бы вмороженность магнитного поля иногда говорят. Вмороженное магнитное поле. частицы флюида сидят на силовой линии движутся вместе с ней не могут от нее оторваться и это дает по существу стабилизирующий эффект как мы сейчас увидим. Вот. Теперь следующий ход пункт второй. В рамках магнитной гидродинамики есть очень красивое явление которое называется магнитогидродинамические волны пункт 2 магнитогидродинамические волны. Ну вот, сейчас мы их получим теоретически, а потом обсудим. Мы рассмотрим покоящийся проводящий флюид электропроводящий флюид покой значит скорости нет никакой и однородное магнитное поле однородное магнитное поле для простоты не обязательно для простоты для первого представления давайте пренебрежем диссипации пренебрежение диссипации тогда система уравнения будет выглядеть таким образом даропа дт без дивергенции РОВ равняется нулю РОДВПДТ плюс ВНАБЛА В равняется минус градиент давления гидродинамическое плюс магнитное никакой вязкости нет останется только нелинейный член HНАБЛА разделить на 4 это уравнение 2 в качестве уровня 3 тоже упростим себе жизнь это совершенно не обязательно но очень просто сделать допустим что флюид шевелится медленно плотность не меняется это означает гидродинамическое мода пункт 3 уравнение теплопроводности теплопроводности не понадобится поэтому сразу напишем уровень для магнитного поля ДХПДТ без ВНАБЛА H равняется ну магнитная вязкость а вот этот вот коэффициент это магнитная вязкость мы им как раз понебрежем представление что понебрежение диссипации магнитное число риднорса предполагаем большое ну и простое число риднорса тоже большое вот все вот такой предел замечательный здесь останется H на плаве минус H диергенция это уравнение 5 только более просто полученное ну замечу что если рог констант то уравнение геновид вид дивергенции скорости равняется нулю как и обычно нежимаемой жидкости ну а здесь этого полагаемого тоже не будет очень хорошо легко проверить что упаковив в однородном магнитном поле разумеется удовлетворяет этой системе уравнений потому что V0 равняется константе равняется нулю H0 равняется константе ну легко подставить все получится у нас все будет все выполнено но распределение давления ну P0 какой-то есть P0 такое решение существует давайте произведем линейеризацию линейеризация то есть V равняется V0 плюс V1 H равняется H0 плюс H и P равняется P0 плюс P1 я подставляю это в эту исходную систему уравнения линейеризация я просто подверг вот этот покой слюд какому-то возмущению это возмущение маленькое но оно должно тоже для этого уравнения посмотреть к чему оно проведет что даст как себя ведет поэтому уравнение для возмущений следует общей системе уравнений при сохранении линейеризация значит сохраняется только члены первого порядка малости я линейеризацию проведу она довольно очевидна первое уравнение имеет вид дивергенция V1 равняется 0 это уравнение 1 штрих здесь из второго уравнения поскольку V0 вообще отсутствует этого члена не будет останется ρ DV1 по DT равняется минус градиент P1 я напоминаю члены первого порядка малости удовлетворяют уравнение члены второго порядка малости выбрасывают остальные только члены первого порядка малости если мы сюда вместо h подставим h0 плюс h h0 плюс h то тогда здесь останется основной основной члены выскочит второй порядок малости не учитывается здесь останется произведение 2h большое на h маленькое плюс h на h скалярное деленное на 4P вот что здесь останется вот а здесь плюс h набло h маленькое на 4P другого слагаемого нет я напоминаю ну я переобозначил здесь индекс 0 помейте индекс 0 опускается h и h с 0 это одно и то же заданная какая-то константа вот это будет линейризованное уравнение 2 штрих так теперь с уравнением с уравнением 5 штрих про линейризации останется dh по dt здесь поскольку в 0 равняется 0 h константа все ничего не будет а здесь останется h на набло на v1 это уравнение 5 штрих очень хорошо хочу выделить уравнение для возмущения скорости получить уравнение для возмущения скорости выделить так операция операция ротор уравнением 2 штрих и 5 штрих ротор градиента равен 0 это очень полезная вещь по этому останется ρ dp dt ротор v1 равняется h набло ну надо было вот что наверное сначала сказать оператор оператор h набло словами писать это линейный дифференциальный оператор который не зависит от координат h задано все это линейный дифференциальный оператор линейный дифференциальный оператор поэтому я благополучно здесь его просто за скобку вынес оставил здесь ротор h 4p вот это так это от уравнения до 6 здесь получилось dp dt dp dt dp dt ротор h это есть h набло ротор v1 очень хорошо теперь я хочу вот чтобы исключить магнитное поле ротор h достаточно взять производную dp dt dp dt вот к этому уравнению останется d2 dt квадрат есть а от ротор на v1 это есть h на набло на 4 перо dp dt ротор на h замечательно а вот это вот в точности есть не что иное как вот просто явном виде представлено через скорость это есть h h набло на 4 перо я перепишу h набло здесь стоит ротор на v1 ну вот такое уравнение теперь ну h с самого начала извел как однородное магнитное поле пусть h это есть направленную по оси x h 0 вот такой вектор тогда оператор h набло это не что иное как h dp dx h d dp dx поэтому уравнение можно написать в простой форме уравнение для скорости можно написать в простой форме d2 по dt квадрат от ротор v1 это есть h квадрат на 4 перо d2 по dx квадрат ротор на v1 замечательно обозначение обозначение ротор v1 не что иное как омега 1 по смысле это вихрь возмущение скорости вообще скорость пропорциональная вихра вот вы получили для вихрев замечательное уравнение d2 по dt квадрат омега 1 равняется h квадрат на 4 перо d2 по dx квадрат омега 1 оно заслуживает номера пусть будет 6 важно что это волновое уравнение волновое уравнение для вихря скорости которое в частности можно приписать виды d2 по dt квадрат омега 1 есть c квадрат d2 по dx квадрат омега 1 c а где c а коэффициент h деленный на корень из 4 перо в частности скорость состояния волны в частности частное решение частное решение периодическое самое популярное я вам все время пишу е степени минус и омега t плюс икx бегущая периодическая волна по x побежит где омега равняется коэффициент который называется альфвеновская скорость альфвеновские альфвеновские волны шведский астрофизик альфвен предсказал их существование теоретически в 1944 году получил такого типа уравнения и скорость распространения волны h делить на корень из 4 перо называется альфвеновской скоростью вот но можно сказать что точно такое же уравнение волновое будет и для возмущения магнитного поля или вообще для любой величины гидродинамической электродинамической поэтому перед тем как важный комментарий сделать я хочу картинку нарисовать что получилось альфвеновские волны имеют наглядную интерпретацию без всяких уравнений магнитное поле силовые линии вокруг него h так вот в условиях идеально проводящей среды когда магнитное число гидрой очень большое частицы флюиды движутся вместе в месте силовой линии то есть не могут от нее никак оторваться но точное доказательство этого обстоятельства мы в курсе физической механики обсуждаем специальные задачи есть ну и что получается образ магнитная силовая линия магнитная силовая линия как струна можно говорят оборуженное вещество это означает что если вы пошевельете ее то вместе с ней зашевелится и пойдут соответствующие колебания волны во флюиде в частности ну как оттянете ее сюда у вас появится волна поперечная альфиновская волна которая направлена по уровню этому полю ну а видно просто по рисунку что вот пучность и разрешение которые перпендикулярны к магнитному полю тоже интерпретуются как волна называется магнитным звуком у нее такая же скорость пространения но ее надо специально рассматривать вот такой замечательный образ ну здесь комментарий комментарий который сейчас пригодится но пункт первый что в идеальной проводящей или хорошо проводящейся частицы движутся вместе силовой линии то есть это вот мороженое с магнитного поля мороженность магнитного поля ну а по картинке это означает что силовая магнитная линия не такой же смысл как у арматуре в бетоне есть бетон и железобетон вот если вы силовую линию как арматуру вольете ясно что у вас устойчивость укрепится о чем мы сейчас еще увидим явно мороженое магнитное поле и пункт второй я хотел бы обратить ваше внимание что размерная оценка размерная оценка скорости в гидродинамике очень полезная вещь по размерности скорость корень из п делить на ро это проще исследовать из уровня бернули вообще все помнят что скорость звука это корень из гамма п делить на ро гамма цп к цв какой-то коэффициент а п на ро то что здесь стоит это вот пример просто отлично но это означает что можно по размерности попытаться скорость оценить альфиновская волна что тут может быть ца корень из п делить на ро в качестве давления берем магнитное давление которого в равнении стоит h2 делить на 8p получается результат h делить на корень из 8p х2 который отличается от полученного расчета небольшим коэффициентом очень полезная оценка но в завершение про альфеновские волны два слова по истории хочу сказать когда альфен обнаружил их теоретически как обнаружил что есть такое явление ему сразу не поверили по двум причинам во первых во первых обратили внимание что одновременно такое же уравнение одновременно получается и для скорости и для магнитного поля получается совместное колебание и волна как электродинамических так и гидродинамических величин ну ладно это полбеды а вторая вещь когда подставили имеющее значение магнитное поле плотности выяснилось что скорость альфеновской волны очень невелика она там может составлять какие-то метры в секунду в известных объектах и задались вопрос как же так электромагнитная волна к которой все привыкли что она скоростная имеет очень небольшую скорость распространения поэтому результат устоялся как всегда в физике бывает тогда когда нашли экспериментальный подтвердили через 20 лет альфен получил Нобелевскую премию по совокупности работ в космической электродинамике ну продолжаем сейчас это пригодится пункт 3 стабилизирующие действия магнитного поля вот такой подзаголовок вот посмотрим ну давайте посмотрим вот такая картинка zx возмущение скорости по z мы задавали на предыдущих лекциях предположим что есть составляющая магнитного поля по оси x что в таком случае происходит с возмущением скорости электрический ток по закону ома g это есть sigma e со звездой это и sigma e плюс 1 на c VNH ну вот вот это вот слагаемое показывает что при такой картинке в магнитном поле появится составляющая тока направленная вот туда по си y ток пойдет g а ведь термогнитная сила единица на c g на h но это я возмущение скорости поставил пусть будет возмущение скорого возмущение тока возмущение силы единица на c g на h g на h оказывается куда направлено направлено в точности против скорости и пропорциональной скорости это минус v эффект магнитного поля препятствия возмущения скорости то есть магнитное поле препятствует возмущению более того если вы увидите предельный случай идеальной проводящей среды когда сим бесконечно это означает что в бесконечно большой среде у вас бесконечно большой ток и бесконечно большая сила частицы жидкости не может слезть в эту силовую линию о чем только что я рассказывал картинку нарисовал и там уравнения были общие поэтому альфиеновская волна мгд волна ее называют альфиеновская волна альфиеновская волна это волна стабилизации но ее декремент ну и декремент декремент гамма я а помечу это как декременты это действительно так я напомню пару формул всегда представляем возмущение в виде есть степень минус волна элементарная волна элементарная волна есть степень минус и омега т плюс и кх вот так мы ее тут всегда изображали но есть степень минус и омега т можно представить в виде степени гамма т гамма действительной части омега вот и она будет декрементом декремент 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 гамма действительно часть омега то есть действительно часть та которая интересна но это есть не что иное как омега это есть кс это есть к на с где с скорость волны возмущения поэтому декремент альфианской волны то есть кс а где скорость альфианской волны это h делить на корень из 4 первого вот что получили вот просто оценка стабилизирующей действия альфианской волны теперь посмотрим как выглядят гидродинамические неустойчивости гидродинамические неустойчивости их было две был Келлинг и Гольц и был Ролей Тейлор для них получили ну Келлинг и Гольц это неустойчивость разрыва скорости для нее был инкремент получен абсолютная неустойчивость к разной скорости на прошлой лекции для Ролей Тейлора получили инкремент неустойчивости корень и ЖК но здесь еще коэффициент связанной с плотностью вот так они выглядят теперь что происходит если в магнитном поле находится флюид тогда в линейной теории в линейной теории она чем занимается она смотрит как ведут себя возмущения собственно абсолютная величина возмущения неинтересна важно растут они или падают а если растут то с какой скоростью то есть интересный инкремент линейная теория это расчет инкрементов поэтому в магнитном поле е степени гамма t инкремент неустойчивости он перейдет е степени гамма t на е степени минус гамма декремент альфеновской декремент альфеновской волны гамма а это есть не что иное как kc это есть k h лить на корень из 4 первого ну вот интересно посмотреть что получится мы продолжим вот здесь кельвин герлингольц а здесь вот рулей телер мы нарисуем зависимость инкремента от волнового числа k я напомню k не что иное как волновое число обратной длиной волны гамма k гамма от k если никакого магнитного поля нет как дается вот такой скоростью а в магнитном поле гамма изменится это будет гамма минус гамма а это есть это есть k u2 минус u1 делить на 2 минус k h делить на корень из 4 первого магнитное поле по мере увеличения вот это гамма по мере увеличения гамма будет понижать наклон и наконец при большом гамма в достаточно большом поле гамма во все области становится отрицательным и таким образом способны стабилизировать струю здесь релетеллор вот так он выглядит обычная формула в магнитном поле в магнитном поле вот это гамма в магнитном поле картина меняется гамма есть корень из gk родовая минус r1 родовая плюс r1 минус kh делить на корень из 4 первого видно что при больших значениях k ну при k равном нулю в нуля кривая при больших значениях k функция будет отрицательной поэтому кривая это изменит сильно резко вот так будет двигать гамма от h до гамма h ну вот и получается что наиболее опасных коротковолновых колебаниях наступает стабилизация вот эта вот зона устойчивости вот эта вот неустойчивость а это вот устойчивость ну и оценка величины стабилизирующего поля легко провести ну и тут легко видно величина стабилизирующего поля величина стабилизирующего поля ну надо чтобы альфиновский декремент превышал инкремент неустойчивости то есть чтобы k c а было больше или равно инкремент неустойчивости то есть c а больше равно гамму делить на k ну вот в каждом из этих случаев видно где находится эта зона этот вопрос есть в одном из билетов экзаменационных тут все просто на графике показано ну в качестве комментария запишу здесь следующий первое магнитное поле повышает гидродинамическую стоимость ну как стабилизирует гидродинамическую неустойчивость повышает устойчивость флюида оказывает стабилизирующие действия полк второй на мой взгляд важный везде есть яркие простые несложные размерные оценки размерные оценки инкрементов керлингенгольц легко получили гамма порядка к на перепад скорости керлингенггольц реле тейлор гамма корень из жк просто по размерности получается ну вот еще перепад какой-то плотности есть отмечу что если жидкости очень отличаются по плотности вода на потолке то этот коэффициент вообще равен леденице точный результат получается ну и наконец альфиновская волна скорость альфиновской волны это корень из магнитного давления длительная плотность простая размерная оценка а магнитное давление оно стоит в основном уравнении манейной гидродинамики h квадрат на 8 пи получается h делить на корень ну я напишу здесь точную формулу на 4 первого вот альфиновская скорость ну вот простые размерные оценки вы их можете не помнить если не помнили их не трудно восстановить вот чем дело ну и стабилизация магнитным полем ну как я уже сказал если скорость можно сказать что скорость альфиновской волны словами так скорость альфиновской волны альфиновская волна волна стабилизации если ее скорость превосходит скорость волны возмущения которую по порядку гамма делить на АК, то будет стабилизация. Всё. Продолжаем. Любопытный раздел. Поставим пункт четвёртый. Напишем стабилизирующие действия поверхностного натяжения. Поверхностного натяжения. Капля на потолке это висит. Пример стабилизированной неустойчивости реле Тейлора. Вот мы на неё и поглядим. Капля на потолке. Вот так можно было бы назвать этот раздел. Проведём оценку, что происходит. Я нарисую потолок. Капля. жидкость. Смачиваем, она удержится. Отметим. Напишу здесь R радиус капли. Поли тяжести помечу, чтобы было понятно. Теперь поверхность капли подвержена возмущению. Вот так её нарисовал. Лямбда это длина волны возмущения. Длина волны возмущения. Первое важное обстоятельство. Отметим, что лямбда меньше, чем R заведомо. Поэтому 2π к это есть 2π на лямбда. 2π на к меньше, чем R. Поэтому к волновое число к больше, чем 2π на R. Какой смысл в этом? Дело в том, что это означает, что коротковолновое возмущение есть, а длина волнового возмущения нет. длина волнового возмущения не реализуется. Потому что не позволяет размер системы. Только коротковолновое. Это полезная вещь. Теперь смотрим про поверхность натяжения, что известно. Есть лапласовое давление. Лапласовое давление. Лапласовое давление. Если у вас есть двумерная поверхность, то давление, создаваемое пленкой повышенного натяжения, пропорционально Пл лапласа повышенного натяжения и двумковисцентом радиус кривизны в каждой точке R1 и R2 это радиусы кривизны. В частности, в простом случае на сфере лапласовое давление это есть 2 альфа делить на R, где R это радиус сферы. Замечательно. теперь экспериментально известно, что повышенное натяжение стабилизирует гидролемическую неустойчивость. Интересно посмотреть, какие капли реализуются, какие нет, какие могут быть, какие не могут быть. С лапласовым давлением будет связана волна стабилизации поверхностным натяжением. скорость волны лапласовой волной назовем. Скорость такой волны, как я уже говорил, это на самом деле по оценкам проводим оценку корень из давления делить на плотность. Это есть не что иное, как корень для сферы. в качестве пл поставим 2 альфа делить на R на Ро, а в качестве R это радиус кривизны поверхности. То есть это не этот большой радиус сферы, а вот то, что здесь стоит. R это примерно лямбда, длина волны возмущения. если отсюда подставить, то получится это есть корень 2 альфа делить на лямбда Ро, есть корень 2 альфа делить 2 Пи на К на Ро и получили корень из альфа К делить на 1 вот такая скорость волны стабилизации. так, рилей тела ментокремен для него известен точная корень ЖК Ро 2 минус Ро 1 делить на Ро 2 плюс Ро 1 это точный результат. Еще раз подчеркну в случае если капли висит на потолке раз плотности такая большая что это коэффициент вообще равен единице и оценка гамма равняется ЖК просто точно. Ну пусть так останется. вот ну вот теперь значит вот это вот если бы не было никакого повышенного натяжения то у вас инкремент так подсчет инкремента оценка инкрементов в линейной теории абсолютное значение возмущения неинтересно интересно как оно растет как быстро оно нарастает если никакой поверхности натяжения нет то вот с такой скоростью будет все очень быстро будет распадаться здесь картина изменится вместе вместе гамма появится квала стабилизации и в степени минус гамма лаплас т где гамма лаплас гамма лаплас ну как это надо сказать инкремент стабилизации а декремент декремент инкремент когда есть повышенный натяжение это есть инкремент когда его нет минус инкремент с учетом лаплас давления ну что получится ну посмотрим гамма альфа это есть корень из ЖК корень ра2 минус ра1 ра2 плюс ра1 и минус к на сл минус сл на к сл это корень альфа к на пиро на к вот такая замечательная формула смотрим что получается в зависимости инкремента от длины волны вот это реле Тейлор чистый но видно что с увеличением К с увеличением К рано или поздно второе слагаемое превозойдет первое инкремент изменяется и получается на кратковолновых возмущениях К это есть корень ра2 минус ра1 ра2 плюс ради корень из альфа делить на ра вот такой вот такой получился у меня результат для критического значения К что получается кратковолновые возмущения стабилизированы вот здесь возможны и существуют капли это зона это зона область неустойчивости однако как я уже сказал изначально предполагается что К больше чем 2 пи на р и просто кратковолновых глядоволновых возмущений нет то есть это зона где нет капель нет капель ну простая оценка размера капли максимальный размер капли максимальный размер капли R это 2 пи примерно на кассе звездочки которого вот отсюда надо гамма гамма альфа от кассе звездочки равно нулю ну такая задача избелите вы легко ее достанете примерная оценка получается нет это вот неправильно по физике сейчас смотрим корень из ЖК вот этот вот Ж альфа в знаменателе конечно чем больше павишно натяжение тем меньшее значение критического для волнового числа соответственно тем больше размер капли но оценка для воды дается 1 см я проверял 2 4 6 6 7 7 8 9 10 20